итак друзья всем привет сегодня 18 июня 2019 года сейчас я еду на тачок номер 3 у нас две машины одна за мной едет сзади грузовая наш соболь и произошел у нас сегодня такой казус на тачке номер 3 ну казус не казус где-то в часов 6 вечера я поехал по тачкам на мотоцикле объехать проверить все ли там в порядке когда я заехал на тачок номер 3 я подошел к ульям и метрах 30 от меня я услышал рев я не понял говорю потом такой продолжался я конечно испугался я вернулся мотоцикл отбежал хотел ехать но потом когда я находился у мотоцикла слышу рев как бы отдаляется от моего тачка я постоял рев продолжался и как бы я понял что отдаление этого я сразу понял что в этом медведь вам видать здесь уже пришел было тут где-то и рядом у него лежанка возможно он ждал темноты и естественно хотел полакомиться медом ну что мне пришлось сделать я быстро вернулся домой все мы переговорили взяли грузовичок и сейчас едем на тачок сегодня мы в экстренном порядке сейчас где-то 8 часов 30 минут но пчелы фактически наверно не летают сейчас мы в экстренном порядке все это перегрузим и вывезем с этого тачка наших пчел куда бы вам вывозить точно не знаю может быть на этот тачок номер два вывезем там уже на месте мы решим но пока что мы едем по приезду может быть еще что-нибудь засниму и так друзья всем привет сегодня утро 19 июня 2019 вчера мы спешном порядке приехали сюда на этот тачок номер три все буквально за полчаса скидали наши ульи здесь их было 24 в аккурат у нас они входили в автомобиль соболь ну как грузили я с ней съемку не производил как мы их вывезли разгружали вывезли мы на тачок номер два там тоже у нас находилась 24 улья как бы одна полная машина была вывезена но сейчас получается у меня два тачка два тачка по 48 тела семей на каждом а здесь мы не хотим оставлять свои пчелосемьи так как медведь уже учуял наш тачок пришел он уже караулить начал так что здесь добром у нас с этим медведем ничего не кончится сейчас мы вот эти вот длинные подставки заберем так как пули вывезли там их на тачке номер два просто поставили на землю сейчас мы распилим эти подставки они у нас длинные и погрузим в автомобиль и повезем на тачок номер два все друзья прость прощай тачок номер три ну что ж хозяин леса медведь уедем всего насиженного места не будем ему здесь в своем обитании рушить покой мы едем с подставками на тачок номер два итак друзья приехали мы на тачок номер два тачок у нас вдвое теперь вывели ну что ж улья у нас стоят вот вчерашние привезенные с вечера на земле сейчас мы будем оставлять подставочки пчелы потихоньку облетывается на новом месте сегодня погода обещает до плюс 23 и это уже радует и ближайшие дни будет стоять хорошая теплая летняя погода ну так нам подсказывает синоптики пусть это все сбудется начинается у нас такое цветение небольшое на урале зонтичные дикая редька желтенькая ну и многие еще травы цветы начинает уже зацветать но вы начнём работу как сработаем я покажу вот таким образом мы составили наши подставки часть подставок пообрязали укоротили иначе машину нас не пойдут мы сейчас будем конструировать подставки нашим ульям будем все это разгружать итак друзья подставки мы под наши привезенные ульи установили вот так вот выглядит сейчас точок номер два пару подставок еще остались в запасе ну сейчас по плану так как у нас начинается на урале небольшой как бы поддерживающийся зяточек погода налаживаться улья доданы 12 рамочные некоторые уже полные нужно в срочном порядке уже ставить магазины итак друзья конце своего ролика я хотел бы спросить у вас как вы боретесь с нашествием медведей на свои тачки лесные что для этого вы предпринимаете какие делаете действия на наши действия вы видите сами какие мы просто-напросто вывезли свой тачок слышал ставят электропастухи на пасеки но на данный момент у нас его нету а так как мишка уже появился подал голос на моем тачке он от него уже не ушел бы если бы мы не вывезли свои пчелосемьи с того точка номер 3 а так были прекрасные планы у меня на будущее место там было очень замечательное в перспективе там было очень много медоносов отдельно и большая отделенность от соседних пасек фактически там можно было бы сделать неплохой облетник для наших маток но планы мои не состоялись так как планы все разрушил наш мишка который в том углу леса где-то обитает и живет а так я поспрашивал у знакомых они действительно говорили что ягодники тоже встречали там медведя ну встречали каким образом таким же образом когда собирали они ягоды мишка своим грёвом и хрипом отгонял от своих мест ягодников и ягодники уезжали покидали его владение что и мы сделали со своим точком номер три ну а так друзья на этом свой видеоролик заканчиваю всем друзья спасибо кто смотрит мой канал кому понравилось моё видео естественно ставьте лайки жду друзья ваших комментарий кто не подписался на мой канал подписывайтесь там внизу рядом с подпиской имеется значок колокольчик жмите его и вы всегда будете получать свежие новости на его каналах всем друзья пока и до новых встреч всем удачи пока пока